В администрации района состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с состоянием газораспределительных участков на территории района. В работе совещания участвовали генеральный директор акционерного общества «Газпром» газораспределения «Майкоп» Аслан Никутич, представители ресурсоснабжающих организаций района, а также главы сельских поселений. После приветствия участников мероприятия глава района Заур Хамирзов предоставил слово Аслану Джабраиловичу, который озвучил цель проведения совместного совещания. Наша задача, одна из целей, которую мы сегодня хотели бы вместе с вами обсудить, это взаимодействие и синхронизация наших усилий, в первую очередь, по восстановлению работоспособности системы для оснаружения Кашхабрского района, конкретного Кашхабра. Вы знаете про это, что зимой у нас случилось то, что начали выходить из строя, подключаться потребители, и это связано с тем, что сети не выдержали наводнений, объема воды, который поднялся, и за счет повреждений существующих, значит, они попали туда. В связи с чем наша задача, эти сети восстановить, переложить, значит, выделили мы на это средства, но чтобы это сделать успешно и с наименьшими затратами и усилиями, потому что чтобы меньше перекапывать, меньше, значит, повредить смежную инфраструктуру, потому что есть еще вода, есть свет, есть связь, которая, значит, также проложена, по сути, в тех же траншеях, в тех же коридорах, там, где в большинстве случаев на сегодняшний день лежат и в нашей сети, вот мы попросили, попросили о том, чтобы мы с вами этот вопрос синхронизировали. И, безусловно, просим содействия в этом отношении, чтобы мы, значит, получали от вас оперативное, значит, согласование тех или иных, значит, прохождений, там, трасс. Одним из ключевых вопросов мероприятия являлся ремонт линии газопровода низкого давления по улицам Ленина, Кабардинской и Хагауджа в районном центре. Руководитель Межрегионгаза подробно изложил планы по проведению работ. Успеем ли мы это все сделать, как будет это проводиться, не повлияет ли это на остальных жителей аула Кашихабль, потому что могут быть перебои, да, с газом, чтобы мы не ушли в осенне-зимний период. У нас выбрана именно двухэтапная реализация проекта. Почему? Это, во-первых, на сегодняшний день это условное значение, да, мы предполагаем, что в этом году нам получится сделать 30 км в газопроводу. Идет последовательное переврезание, отключение абонента, как такого не будет. То есть мы вкладываем, переврезаем, вот, то есть введем последовательное. Проектирование так же, вот, мы пока еще получили допустимку, проектирование будет по, ну, как мы называем, метод полевого проектирования. Другого варианта. На месте. Да, то есть мы идем, строим и проектируем. Вот, насколько это будет эффективно, другого варианта просто здесь не существует. Вот, все работы, которые мы будем делать, мы будем стараться делать до момента, который повлияет на госнабжение потребителей. Если вложимся, постараемся все закончить до пятимого периода, ну, максимум до ноября, до сентября. Ну, так, когда и вот в октябрь у нас начинается пятимый период, до него мы и закончим. Аслан Якутич также отметил, что расходы на переврезку будут покрыты акционерным обществом, а также будут осуществлены последующие восстановительные работы. Помимо этого, на совещании обсуждались вопросы, связанные с проводимой на территории района работой по социальной газификации. В завершении были приняты решения о дальнейших шагах по реализации планов по ремонту и модернизации газораспределительных участков на территории района. Участники совещания договорились о регулярном обмене информации и совместной работе для обеспечения бесперебойного газоснабжения жителей района.